11 августа 2019 года Тарас испоткнулся через аппарат Так трудился Оставайтесь здесь Тарас, мама-то где? Мама, она... Короче, у нас не заболела Она осталась Она саг не осталась, да? Нет, она не заболела, но саг не осталась Маша заболела Маша заболела Они на занятия вас оставляют, Тарасика? На занятия остаетесь? Все, братья сестры, заходим Папа приедет, да? Возможно, мы успеем сниматься Ваня, Вань, перестаньте, я отберу лавочку Ну так Да, подальше 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 Десяточку истории Чтобы можно за всем покорить А то туда-сюда и... Виктор Андреевич Матфея... 14, 14, 22 Массажир А Да Заходим, заходим. Мест много. У господобителей много. Благодарю. Отец наш, немецкий молим тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами. Благослови наше собрание в этот воскресный день. Господи, научи нас быть достойными имени Твоего Святого. Тебе слава воссылаем отцу и сыну, святому духу, ныне благослови, в веки любовь. Аминь. Следующий приезд будет мой 24-25, через воскресенье. Ну, маленький пост. Надо походотачить, чтобы сделали 5 или 6 недель поста. Там еще 2 недели. Это вообще. Мы же напишем патриарху. Не туда, не сюда. Да. Антонина, мы попросить патриархи, чтобы сделали пост, не ель 6 хотя бы. Я иди, что, ты желаешь причаститься и поисповедовать. 3 дня попастись. Батюшка, я хочу. Я же никому не отказываю, понимаете? Ну, нельзя так, что только в пост. Этого нет такого правила. Но, почему мы так делаем, что, потому что в пост более, как бы, уже постился и, ну, проще. Более время такое, приготовление, как говорится, горение. Я сейчас еду к Зинаиде, там, в молитве прочитать. У меня сын родился. Зина. Поколовый. Поколовый. Да. Все благополучно, вроде говорится. Еще все. Поколовый. Да, кем работать будет. Какую специальность получим. Вы будете крестить, да. Ну, так вот. Так, ко мне какие вопросы есть? Батюшка, освящение плодов еще. Давайте освящение плодов, значит, в следующий раз, значит. Значит, все готовьте на воскресенье 25-е. Приносите и освятим. Вот. Плоды-то можно было раньше освятить, видите. Там только виноград. Молитва на виноград. Есть правило, что если кто до этого времени съел виноград нового урожая, то после этого 40 дней нельзя есть виноград. А старый ничего, да? Старый можно было, нового урожая. Но почему, говорят, такие правила? Ну, не знаю. Так установим правила, но почему они такие? Почему такие есть правила, даже в Конституции есть? Если ты, как говорил, Расул Гамсат, кто угонит татару, говорят, молодец. А кто, говорят, украдет петуха, то они не прощают их. Ну, да. Так и сегодня смотришь, 12 миллиардов. Я сразу считаю, а сколько можно было комбайнов купить? 12 миллиардов. Там виллы и в Италии, и в Англии, и в это где-то. Сейчас их там вроде арестовывают. Вроде бы это было в Московской области. Представьте, какая сумма. Ну, и что его? Ну, немножко пожурили. Ну, домашний арест, может быть. Да, пожурили. Ну, ты 12. 12 миллиардов. Я даже считал, я не мог подчеркать, сколько комбайнов можно купить. Да, это сложно. Представь. Даже самый хороший комбайн, допустим, 15 миллионов стоит. Это самый хороший. А такой самый простенький, 7-8 миллиардов. Самый, там, красноярский. Миллионов. 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 7-8 миллионов стоит. Это самый-самый простенький. А хороший, это 15 до 20 миллионов. Такими деньгами-то что работает? А виноград можно кушать с 19-го. Виноград кушается с 19-го. Да, да. Если с Викики. Ну, у нас как нет в России, считали, что яблоко нельзя. Яблоки нельзя есть яблоко. Потому что яблоки, винограда-то не было. Это часто в Северод, какой-то виноград у нас. Потому что не было этого винограда. Никто его не видел. Не настоящий. У нас отец был. Он не очень был верующий. Знал, что Бог есть, там, ну, за стол перекреститься, молиться. Но яблоко до преображения никогда не съест. Это бабушка наказывала, это грех непростимый. Это можно выпить, он мог и сругаться. Но яблоко никогда до преображения не съест. Даже такое есть, как сказать, это, ну, наподобие анекдоты, говорят, там, в семинарии спрашивают семинариста, задали вопрос, а за что Бог Адама с Евой из рая выгнал? Он постоял. Они говорят, яблоко до преображения Северод. До преображения, главное. Ну, правильно так же. Ну, это такой, видя, они кто-то. Ну, вот, это перчик. Да. Вот так вот. Еще какие вопросы есть? Что, посевная идет? А? Это уборка идет? У нас идет одновременно и уборка, и посевная. Перейдет комбайн, сзади трактор с Северодом. Ну, к комбайну нельзя прицепить, там, Северодом. Если бы можно было, то можно было. Это новая такая технология, по нулевому, говоришь, Северодом. Да. Позже не нарушается, сразу вносится. Если, ну, у него простая, а которая хорошая, Северодом, вот как там у Долгого есть, то она сразу и прорезает, и зерно вкладывает, и удобрение вкладывает туда. И седираты. А? И седираты. Зачем? Да все это. Ну, не в терне. Тернеет, нет, нет. Седираты, это растения, которые помогают растению. Сейчас они то, что удобряют, потом подкармливают, то разбрызгивают удобрение. Не в почву вносят, а сверху. На листья. На листья разбрызгивают удобрение такое. И потом она тут же прикатывает его все, и с чернявых. Он посеял даже по целику, где трава была, целик, еще ни разу не пахана, он посеял первый год гречку. Трава, трава, потом раз, гречка, гречка, все, гречка, такая гречка хорошая была. Получилась, да? Да. Вот сколько лет, допустим, у нас, вот Игорь, он лет пять уже так сеет. И когда весной только растаяло, еще после этого идем на разъезд, идем, где справа Игорь сел, то идешь, и она под ногой, как идешь, как вот, знаете, когда по мягкому что-то, как по поролону. А рядом поле, которое каждый год он там пасет, там проваливается в грязь, прямо на это, то есть там уже создается такой слой. И она это больше влагу держит потом. Ну, короче, на нее не так... И у него же это время, уже он замечает, что урожай где-то больше, что в первые годы собирал, там, здесь, это уже на пять даже центра уже больше. Без пахоты, да? Да, без пахоты. Это такая технология вот эта. Рядом у нас этот Донгов Евгений, он все сеет только так, все года он. Первый он начал так, где-то он ездил на тренировку в Аргентину, был там в Аргентине, там так сеет он, там был, значит, на стаблеровке, как бы. Вот. Ну, у него большое хозяйство, и он очень... Вот так вот, так что у нас все идет, и уборка азимых, уборка азимых идет, и... Ну, азимых немного, там, я не знаю, гектар у него было, может быть, 70-80 посеян азимых всего-то. А потом там горох, ячмень, горох, сильно, то есть несколько раз, и нападает какая-то там мошка или потылек какой-то, и губит. Вот, ну, с красавием, потылек, вы посмотрите, здесь картошку-то всадил, посмотрите, картошка стоят, одни... Игнатик не всадил. Будыльки одни стоят. Ни одного листочка нету на ботве. Съели, все, съел. В колорадске жук съел, все, ничего нет. Так, ну что, все, меня отпускаете, да? Да, с Богом. С медом, как дела? Гурит мед в этом меду? Я не знаю, он продавал. У нас брали мед, ну, брали прошлогоднего, еще одни качал, потому что было очень трудно так, я не знаю. Ну, сейчас он вроде бы уже начал немножко качать там. Ну, будет, поскольку, я не знаю. В этом году в Алтайском крае много, считаешь, там даже несколько тысяч семей пострадало. А вчера придавали. Вот, от того, что рапс, рапс это, ну, как у нас называлась, сурепка, она такая, рапс его обрабатывает какая-то, нападает на него несколько раз. А они, или он светет, и они нападают, пчелы летят туда, и все. Она приносит, допустим, пчела, там, после, приносит були, и все, и зараза, и погибают все пчелы. У одного было 100 с лишним ульев, 100 где-то 60, что ли, и вся пасека погибла. Он рассказывает, там, со слезами, плачет. Ну, да, конечно, все же. Поэтому с медом я не знаю пока. Я узнаю, за эту неделю, что будет, поскольку продавать там. А здесь где-то ярмарка, сообщили, что ярмарка лежит. Ну, этот хороший мед. Здесь чем хороший, он может быть и нехороший, какое лето, но дело в том, что он естественный. Это 100%, что нет никакой, там, этой, примерно. А старый можно показать? Старый можно. Мой вкусный, хороший. Старый, по-моему, по 900 рублей, трехлитровый банк. Он хороший, так же мы брали, ну, какой раз. Очень хороший. Хороший, что там, если в прошлогоднем был. А в этом еще свежего нет. Батюшка, у нас сопров на зиму, наверное, заготавливают, что-то там угля совсем мало у нас углярки. Ну, приедет Володя и сделает что-то им сразу. Что там хватит? Так они приедут в октябре. Ну, еще. Всегда так в октябре не заготавливают. Ну, да, всегда до дождей. Знаете, зимой привозили, привезли, там его забросали. Ну, я не знаю, кто будет. Это Михаил был, Миша был, он как-то заготавливал. Надо привезти сейчас, говорит, сразу его забросить. А у нас привезет, будет бежать месяц, некому забросить. А если Володя здесь будет 10 октября, еще не будет снега, еще можно будет спокойно забросить. Оставлю, и все, мы привезем потом. Еще страшно, дрова есть закрыты. Рыбные лови там закончили уже? Все вы рыбовые лови? Я не знаю, это вы рыбакам заканчиваете. Я в этом деле не знаю. Как он стал рыбакам? Так. Нет, еще не всех, еще есть, но убираю всех. Осталось уже у меня 15 штук. Можно будет. Убираю всех, я думаю, до Рождества убрать всех. Все, хватит. Надо, как говорится, вовремя с почетом уйти. Вы говорите об овцах? Да. Вы убираете овец? Все, да. 15 штук осталось. Ничего себе. Ну, это веха серьезная больше. Заказывайте, бантики привязывайте. Помоги Господи. Так, братья, читаем. Читаем. Евангелие от Матфея, сегодняшнее, которое читали в храме, 14 глава, 14 стиха. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Толкование блаженного Филактора. Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом. Когда он удалялся, почему в награду веры получает исцеление народ? Знак веры и то, что люди последуют за ним пешие и без пищи. Это дальше будет видно. 15-16 стихи. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали. Место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти. Вы дайте им есть. Толкование. Человеколюбивые ученики посему заботятся о народе и не желают оставить его голодным. Говорит так же потому, что не знал, какой скудости были апостолы. А для того, дабы когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. 17-19 стихи. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. Тихо. А что детей-то нету? Почему? Дети, а почему вас-то нету? Кому нету. Дети, идите сюда. Тарасий, Тарасий, идите сюда. Идите все вообще сюда. Да, я ничего не пойму, что там такое. Кушаем. Все. Читай. Живой, живой дом. Все. Гробовая тишина. Иди сюда, Тарасий, иди. Потом поедите. Успеете. Тут не так много читать. Всего лишь минут 30. Они же говорят ему, это 17-19 стихи, 14-й главы. У нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв пять хлебов и две рыбы, возлел на небо, благословил, и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Толкование. Принесите мне, говорит, сюда, хлебы, ибо хотя поздно, но я творец времени. Хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь мы научаемся тому, что, имея и малое, мы должны употреблять то на гостеприимство, так же и апостолы, имея малое, отдали все народу, но как малое их, Господь умножил, так и умножится и твое малое. Господь велит народу возлечь на траву, научая умеренности, дабы и ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу и пришел от Отца с небес. А место и для наставления нам, чтобы мы, приступая к трапезе, благодарили и потом уже кушали пищу. Последнее это было. Преломил, когда благословил. 20 и 21 стихи. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5 тысяч человек, кроме женщин и детей. Толкование. Дает хлебы ученикам, дабы они всегда помнили о чуде и никогда не выпускали его из мыслей, так как и они скоро забывали все. А чтоб ты не подумал, будто чудо было призрачное, хлебы умножаются. А именно 12 корзин оказывается остатков для того, дабы и Иуда понес одну из корзин и не устремлялся на предательство, помышляя о чуде. Умножает и хлеб, и рыб, да покажет, что он творец земли и моря, и что все употребляемое нами в пищу от него подается и им умножается. Сразу вспоминайте, что ничего не должно в тарелке оставаться. Все зализывается, вот в лагере особенно у Игнатихмача. Да и мы тут стараемся. Поэтому не кладите себе много. Видите, что где-то остается, спросите, чтобы доели кто голодный еще. Все время, ну как бы предупреждайте в почтении, в прочительности друг друга-то. А то если останется еда, значит благословение будет нами призвено. Чудо было в пустыне, дабы кто не подумал, будто в ближнем городе купил он хлебы, то есть Господь, и разделил народу. Нет. То была пустыня. Это историческое изъяснение. В духовном смысле, разумеет следующее. После того, как Ирод, то есть плотский, грубый ум иудейский, Ирод означает плотский ум, обезглавил Иоанна, главу пророков, то есть не поверил пророчествовавшим о Христе, Иисус отходит в пустынное место к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и врачует недужных душою, а потом питает их. Ибо если не отпустит нам грехов, и не уврачует недугов посредством крещения, то не напитает нас причащением, причистых тайн тела и крови своей. Так как никто, не крестившийся и не покаявшийся, не причащается. Жены и дети исключаются из числа. Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, не мужественного. И такой небольшенький комментарий Игнатих Ивановича. Смотри пояснение выше о том, что такое истинное причащение и крещение. И в каком случае от них будет польза. Так, ну мы выше, так как, наверное, читали это мы, я думаю, уже. Поэтому переходим к 22 стиху. И тот час попустил, помудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. Ну тут про язычников было сказано, вот к чему тут еще. И такое странное место вот здесь вот, что Господь возрел на небо, благословил, возрел на небо. Этим, говорит, он показал, что он не противник Богу Отцу. А язычники, они когда говорили о каком-то Боге, они на небо не смотрели. Язычники. Это мы так, когда начинаем молиться сейчас, смотрим на небо. Этим показываем мы, это вот именно поэтому, как Господь это делал. То есть он, даже не говоря, своими движениями учил нас. И научил. Потому что, если сейчас какой-то человек посмотрит на небо, он не знает Бога. Он не о Боге думает. Он думает, может, самолет пролетел, или какая-то туча, или как погода. Он не думает о Боге. Если мы с вами посмотрим на небо, всегда нужно вспоминать Господа. Прочтите Отче нашу молитву. Так, ну вот. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. О болящих. Ну вот нету Загуляевой Галины. Она осталась с ребятами больными. У нее Агния и Леонида болеют. Вот так. Мы сегодня упоминали. А Мария? Не болеет? Маша. Маша тоже заболела? Ее тоже болеет. Опять. Ну надо же. Вчера. И Раиса тоже самое. Вчера была. И хорошая, бодрая такая. Сегодня утром еле разговаривает. Все. Как мама? Мама, я еду в Красноярск завтра. Скорее всего завтра. И наверное буду прощаться с мамой. Все. Мама уже просит смерти сама. У меня его, кстати, конечно. все. Она уже не могла. Я говорит, сынок, не могу, простите меня. Говорит, Говорит, это, помолитесь, поплачьте, похороните и живите дальше. А то, говорит, я уже вижу обуза вокруг, потому что все ходят уже тихо. Ну как человек когда умирает. И все, главное, скрывают. Все скрывают, все вскрывают. Она-то все понимает. Я говорю, мам, ну вот там что-то с сестрой разговаривают врачи, меня отправят, а с ней там разговаривают. Сестра звонит и говорит, ну говорят, все конец уже. И все это очень быстро. Она еще сама картошку посадила, помидоры там сама садила. И вот даже поклон передавая. Да простите, меня есть чем обидел. Ну она тут долго у нас была, ее все хорошо знают. И она такая живая была, подвижная. Ну вот так все закончилось. А отец попивает водочку и не верит в Бога. И ничего с ним не доспеется. Да доспеется все. Ну когда-то доспеется, конечно. Но зато за нее можно молиться. И батюшка был, причастил ее, их батюшка. Ну в общем, он там держит руку на пульсе. Да силу и терпения донести. Есть кому-то, короче, отпеть тоже, так понимаю. Ну не знаю, я поеду, насколько там, ну поеду. Там еще, еще помолитесь. Как бы там работа такая мне предстоит. посмотреть, там главным геологом в одну артель. Артель называется Северная. Ну они там работают в Коснастином крае на юге и на севере. И в общем, поговорили там из Москвы. Москвы там хозяева в Москве со мной переговорили. Ну в общем, я им по разговору понравился. Ну говорите, умеется. не то, что говорить, я же все это знаю. Тридцать с лишним лет отработал уже. Профессионально готов? Ну да, поэтому я поеду там, посмотрю, чем у них. У них там один участок золота не может дать. Ну вот я как консультант пока еду. Помоги господи. Придется с людьми в Валентине. Обязательно. С тре Валентине. С людьми придется главное встречаться с новыми. И там специалисты тоже, геологи есть, но что-то не дают ума. Ну вот, чтоб Господь помог. Ваня, расскажи, как там у вас дела в камне на обе. Как папа? Думал, что это усилие. Усилие. Руси, слава Богу, по милости Божией, живо-здорово, трудимся. Занятия? Ну, отец проводит, бывает. Отец проводит занятия? Ну, чтение Слово Божьем, так же, как у вас. По трехтомнику? Да. Ну, хорошо, слава Богу. Поклон передавать тоже. Да. Кого у нас еще нет, кому мы не вспомнили, кто... Лена Политыкина видать заболела. Ну, ей пока сейчас нет. Понятно. Так, еще кто? Ольга Соколкова. Соколкова? Ну, Соколкова. Ольга, она ходит там, в ближайший храм, это, и она богослова к себе. А вот к нам она думает еще ходить, не ходить, короче, вся в думах там, в раздуме. Анна Кузьминична, они переехали на другую квартиру, я им звонила, она сама с пятого этажа спустилась и до той квартиры, я говорю, как она переносит этот переезд, да хорошо, ничего, она говорит, это кто? Анна Кузьминична. Как Валентина Ивановна? Ничего не известно. Не знаю. Не отвечает, это как поехать надо куда-то. А, еще это же, Любовь Николаевна еще, она сейчас в пути, подъезжает в Барнаулу из Миногорска, она там была у Валентины. Валентина, господи, Ангела Пронитеря. Ну, надо как-то, наверное, собраться до посетителей. В Урубцовке, да? Валентина Ивановна. Так, вот как там, я не знаю даже. А Валентина Ивановна? Валентина Ивановна. Сестра Александры Ивановны. А, сестра. А, сестра. Кравченко. Кравченко. Любовь Николаевна, путешествующая. Кто еще у нас? Марина путешествующая. Марина путешествующая. Марина в Португалии, молитесь, чтобы оттуда прилетела уже. Скоро прилетит, на той, в начале той недели. Она сейчас там по музеям путешествует и по замкам в Португальске. Потом приедет, расскажет. Братья, вот у нас в Португальске. А болящих мы всех? Всех помнили. Братов. Братов. Кто еще у нас остался? Все? Миша дозвониться немного. Я ему звоню. Я могу рассказать о Потеряевке. А что? Ну, расскажи. Ну, у них там рыбы много. Ну, это мы слышали. Короче, Игнат Тихонович там эти неводы свои проверяет и лошки. А лошки, они раньше были в одном месте, там, ну, такая лужа. А сейчас подняли воду и воду подняли прилично на метра полтора и она разлилась выше-выше по этому лошку. А лошок такой, ну, метров до тридцати шириной. И глубина такая больше метра везде. И до конца туда идет она. И там вот рыбка народилась мелкие такие карасики вот такие вот. Вот таких. И гальяна вот такие вот как с палец. И вот Игнат Тихонович Бреднев раз забросили. Вот мы были когда с братьями два раза заходили. Хорошо припоймали. Но здесь они сделали такой большой карман в самом Неводе в центре. Дырку и пришили вот такой длинный карман. И как черпанули полный карман вот набиток как будто мешка три рыбы. Вот и караси и гальяны. Полные ванны. Бедра у них. И вот все это я спрашиваю Володя. Володя говорит как ты там с этим справляешься? Он говорит я не справился. Я говорю а где это все? А у них огромная морозилка на 400 литров. И они прям гальянов там сколько крупных пекут запекают. Ну ели всех хрустящих. А карасей раздали во-первых по деревне и заморозили еще. И вот сюда присылали. И мне вот тоже через Татьяну Кузьмичну попало немножко карасей. Ну такие вот они небольшие. Миша. А Миша коряковцы ну молитесь значит он живой ходит на работу то есть работает ну видать а работа видать может и по выходным тоже работает там может график я не знаю это мне брат мой рассказывал двоевыми они вместе работают. Поэтому как бы он живой здоровый отходит из кризиса выходит долго мучительно но выходит пытается своими силами отпрашивался там на работе каля молят значит ну живой надо молиться о брате чтобы остановился вот так все больше я думаю до контакта он сейчас даже и не надо расстраивать пусть сам он осознает это своей головой а когда вот так вот чем помочь нет я ему звонил он трубку поднял говорю как-то он не очень живой живой ну и все а значит он знает кому обратиться за помощью вот и все господь есть да да чужим умом жить не будешь это конечно братья у нас около туалета был умывальник что-то там случилось рухнул отгнило вода все время течет поэтому надо будет исправить это дело надо на железо насадить первое второе голуби остались на поключении моем практически я тут с Володей Олениковым ну представьте я каждый день ездить мне сюда по два часа тратить час сюда и час обратно уже сил нет и поэтому прошу вас я составлю график присутствующих всех в Барнауле кто здесь способный будем дежурить по очереди нужно чтобы вода была всегда у голубей первое ну и там надо будет корм с кормом это еще как бы проще там можно дня три раза два в неделю всего а вот вода чтобы постоянно была пять голубей мы уже потеряли за время отсутствия Игнать Техничев брата Андрея попрошу может быть ты где-то купишь пшеницу чтобы мешок там пшеницы чтобы потом нас Игнать Техничев обличался обличал что мы там расходуем много я вот не знаю он говорит вот это уже надо убирать потому что они уже из этого ничего не возьмут там отходы что это понятное дело ну отходы ссыпаем в другое место там другую тару а этот расходуется еще нужно нужно попросить Николая Валентиновича чтобы он нам вот убрал тару он всегда нам помогает такую скосить что ли да скосить да прямо даже в свое время скосно ключи Виктор Андреевич вот вы сейчас сделаете это ключи надо же будет какие ключи от калитки или не закрывать ну как закрывать вообще а что ну раньше не закрывать а что ключи не закрывали когда кто-то здесь был кому ключи нужно нет ну он создавел как люди кто-то придет от идентичились и чраздал вообще какие-то неподходящие у кого были не не совпадали еще кому-то он не дедам ключи а у кого из брай Jet нет ключей у всех ключей есть у меня нету ну тебе сделает надо сделать не надо это там один раз в лето витрады вот это сделает его купила все в том что если я сейчас поеду меня не будет да то надо будет что кто-то занятия выбил со съемкой сложно конечно это потом отвозить занятия надо чтоб кто-то вел здесь николай не каждое воскресенье сегодня так еще у кого и вопросы какие предложения просьбы пожелания благодарения еще такое предложение или дежурная пусть окна помоют у меня есть это кто подежурить будет просто промыть нужно специально вот чистить стекла стекла окна прям плохие у нас с этой стороны и внутренней стороны нужно помыть окна пленка забита ружья как мы пленку мыть снаружи можно вообще даже не брать с собой этот выложили надо швабр просто взять и специальные жмите все там шваброй можно конечно достанете легко швабра как длинная швабра они там как нечего делать и она с губкой сразу выжимается и прямо специально для окон сюда взять она стоит 400 рублей вот у меня предложение такое тут супружница моя столкнулась с уборкой этого храма и непонятка с ключами случается у меня такое предложение что должен быть ключ у дежурных переходить один от калитки потому что искать митю васю гришу или звать батюшку это не дело я считаю так ключ дежурной сегодня кто дежурит сидорова петрова вот вам ключ помоете от калитки от храма не надо от храма они знают и все чтобы не было вот это кутырь зато храма ключи берут только братья только братья поэтому дежурные не попадут они там когда они на калитке то она пойдет войдет сюда ну и все а дальше что не войдет а в каком она не войдет нам сказал все тихо нам объяснил четко сказал что заходите ключи дежурного есть и ключи знаете где висят ну можно когда батюшка здесь тогда и полынуть все это очень сложно мы вот не заходим очень сложно ну потому что он отдыхает проблема яйца не сложно выделить а мы ее создали вот и все это мы создали мы ее не создавали есть хозяин этого помещения этих помещений который сказал однозначно ключи от храма только у братьев дежурящих все теперь он нам сказал кто приходит убираться кто сказал он батюшка да батюшка тут ни при чем нет мы с батюшкой мы его ждали 8 часов когда батюшка здесь тогда с батюшкой решать мы же храм убираем мы че что-то вы знаете когда батюшка здесь тогда при батюшке и все не получается при батюшке батюшка прибежал сказал все я это мигом давайте или это мне некогда вас ждать милла степанова мы решение хозяина не вправе менять мы не меняем он нам поменял уже сказал он на это не хозяин хозяин и хозяин и хозяин мы в храме убираем это батюшка не хозяин там ну ладно конечно конечно не поняла вы в храме вообще и не убирайте батюшка в алтаре там хозяин все это его потом в конце в конце всего сказал так приходите за два часа до службы и убирайтесь все были братья это последнее там просто неправильно пришли к вас нет это просто у него ситуация изменилась и он сказал так что за два часа так и делаем так и так и делали обычно я не могла так потому что у нас транспорт там уже после четырех уже не уедешь не будем это уже так благодарю всех за молитвы что-то не очень хорошо я выздоравливаю помолитесь еще пожалуйста а может уже готовиться надо готовиться уж надо да помолитесь что-то когда я сучу готовлю мальчика моей маме всегда говорил ты мария чё говоришь то господь берет не постарелых а поспелых не поспела еще значит так что спей зреть господь берет не я бога слова рот шую сущую благородицу тя величаем господь берет не я бога слова рот шую сущую благородицу тя величаем господи защити родину нашу от нашествия на племенников от внутренних распорий от беззакония которые в тайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей что вы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине что божественная любовь твое коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедует смело и инославным оба иисусе христе господи прави до суды твоей на россии за то что оставили тебя и слой излеченной святой библии прости нас господи и владыка жизни что сокрыли имя твое бога и бога дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а молочи господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей векала слава чести поклонения пресвятая троица отец цены святой дум аминь